Время новостей Ставрополья на своем ТВ. В эфире информационная программа День. Меня зовут Илья Захаров. Здравствуйте. И вот основные новости к этому часу. Человек, переживший страдания и боль, и сохранивший улыбку на лице. В Ставрополе умер историк Вениамин Госданкер. Сначала убегал, потом попытался задавить полицейского. В минеральных водах сотрудник ГАИ застрелил водителя газели. В первый раз за 100 лет. В Благодарном капитально отремонтировали неврологическое отделение районной больницы. Теперь с определенным местом жительства, где безвозмездно помогают бездомным со всего края. Начнем с тяжелого известия. Накануне в Краевом центре в возрасте 92 лет из жизни ушел Вениамин Вениаминович Госданкер. Участник Великой Отечественной, заслуженный деятель культуры России и старейший музейный работник края. Человек, переживший страдания и боль, и сохранивший улыбку на лице и мир в сердце. Именно таким его запомнят ставропольцы. Найдите, минуточку, вместе с родными людьми, откройте старые домашние альбомы, полистайте потрескавшиеся от времени фотографии. И вы вдруг почувствуете, а рядом мама, отец, дедушка, кто-то из родных. Такую взаимную близость в понимании своего гордого участия и принадлежности к моей стране. С улыбкой на лице, с невероятной мудростью в глазах и с необъятным багажом опыта и знаний. Таким Вениамин Госданкер останется в памяти ставропольцев. Вениамин Вениаминович родился в Ленинграде 1 июня 1925 года. Отца потерял еще до своего рождения, а мать 8 лет. Война застала Вениамина в пригородном детдоме. В 1941-м воспитанников оттуда эвакуировали. Госданкер поступил в Ленинградскую артиллерийскую школу. После начала блокады снова эвакуация. Вениамин попал на Алтай. А в 1943-м поступил в Ростовское артиллерийское училище. Через два года ушел на фронт. Он стал командиром огневого взвода, лейтенантом. Службу окончил в Белоруссии. После об этом тяжелом времени писал в книгах и рассказывал лично. Есть смысл в канун этой даты, очень значительной исторической даты, сказать музейщику, что ли, несколько слов о том, что это такое. Под ружье было поставлено, мобилизовано 32 миллиона человек. Из них одна третья часть полегла на поле сражений. Вот в Ставропольском крае почти 190 тысяч участников войны не вернулось. Из них чуть ли не 40% в строке пропали без вести. Сам же Вениамин Вениаминович вернулся в Ленинград уже с туберкулезом легких. Диагноз поставили в 1948 году. На медкомиссии при поступлении в военно-медицинскую академию не взяли. После отстранили и из армии. Причина – инвалидность второй группы в 25 лет. В 1951 году Госданкер переехал в Ставрополь из-за благоприятного для него климата. Почти 30 лет Вениамин Вениаминович руководил Краеведческим музеем-заповедником. Он просто был быстрый человек и очень заинтересованный в своем деле, которому он служил. И этим он и нас объединял. Вот он сам вертелся, всегда в деле был. Он никогда не простаивал, без дела он никогда не был. И мы вокруг него точно так же участвовали во всех делах музейных. В общем, о нем у нас остается очень такая светлая, добрая память. Он для нас был и учителем, и другом, и вожаком нашим. Вениамин Вениаминович увеличил фонды и архивы музея больше, чем в пять раз. Третий этаж здания построили именно по его инициативе. В 1986 году Вениамин Госданкер ушел с руководящего поста, но остался в музее как работник вплоть до 2001 года. С годами к нему появлялось такое очень теплое чувство. И, конечно, очень жаль, что он... Я понимаю, что возраст уже был такой у него. Но он был такой, что до последнего у него ясный ум, ясная голова. Он приходил, мы общались. И вот, слава Богу, что он был именно такой. Приятно было друг друга подержать за руки и почувствовать, что есть очень многое, что сближает человека в вопросах нравственности, гордости, чистоты и уважения к истории, конечно же, к своей истории. Все, кто работал с историком, вспоминают о нем только хорошее. Он сплотил коллектив в настоящую команду, постоянно организовывал научные экспедиции и любил петь. Вениамин Вениаминович очень любил петь. И пел он прекрасно. Слух у него был идеальный. И, конечно, это сплачивало компанию всю нашу. До последнего он оставался каким-то лидером, который был, который умел нас организовать, умел как-то заинтересовать. Так что спасибо, что он был в нашей жизни. Вениамина Гузданкера не стало в реанимации Ставропольской больницы. Он ушел на 92-м году жизни. Мы приносим искренние соболезнования близким Вениамина Вениаминовича. Нам повезло, что он жил именно здесь, рядом с нами. Вот это то, о чем я хотел вам сказать. Анастасия Зубрицкая, Виктория Середа, Олег Исаев и Иван Фильянов. Ставропольское телевидение. В Минераловодском городском округе полицейский застрелил водителя. По предварительным данным, во время дежурства 7 января в поселке Левокумка сотрудник ГАИ попытался остановить «Газель». Однако водитель это требование проигнорировал. Уже во время преследования экипаж ДПС открыл огонь по колесам автомобиля. После того, как «Газель» съехала в кювет, полицейский бросился задерживать нарушителя. Но тот оказал сопротивление и попытался протащить стража порядка на своем авто. Полицейский выстрелил в водителя. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина скончался в больнице. В Краевом управлении Следственного комитета начали проверку по факту применения табельного оружия. В настоящее время назначено производство ряда судебных экспертиз. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам этих и других проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Лечиться с комфортом и в тепле. Долгожданный и дорогой подарок к Новому году получили жители Благодарненского городского округа. В центральной районной больнице отремонтировали неврологическое отделение. Сегодня оценить ремонт в медучреждение приехал губернатор края Владимир Владимиров. О том, какие еще перемены ждут больницу, сюжет Киры Рогожиной. Татьяна Гостьева на больничную койку попала почти 20 дней назад с повторным ишемическим кризом. Сейчас ее же значительно лучше готовится к выписке. Говорит, внимание врачей и уютная обстановка помогли встать на ноги. Я лежала много лет назад здесь. Ну, конечно, было убого все, а теперь все так радостно. Радует глаз все. Очень хорошо. Душевые такие раньше этого не было. Коридор большой, светлые палаты чудные. Вот светильники к каждому кроватке. Неврологическое отделение рассчитано на 30 коек. Ежегодно через него проходит порядка тысячи человек. Лечатся не только благодарнинцы, но и ближайшие соседи. Персонал больницы пытался приводить помещение в порядок своими силами, но этого было недостаточно. Если быть откровенным, то уже стыдно было перед нашими пациентами, когда сюда входишь. Между тем, у этого здания достаточно богатая история. Оно построено больше века назад. В свое время здесь находилась тюрьма. Капитального ремонта эти стены не видели, отродясь. Последний косметический был примерно в 60-х годах. В прошлом году на проблему больницы обратил внимание глава региона. Из краевого бюджета на капремонт здания выделили 25 миллионов рублей. Качество работ Владимир Владимиров проверил лично. Преобразились не только палаты. Полностью изменились все помещения в отделении. Вот, например, процедурный кабинет. Теперь он светлый и просторный. Освещение виски святодиона из Гелорио-Краси. Органца полностью новая. Органца полностью новая. В целом губернатор остался доволен увиденным. Он поручил дооснастить отделение современным оборудованием и благоустроить прилегающую территорию. Кроме того, глава региона осмотрел состояние травматологического и инфекционного отделений больницы. Им необходим ремонт. Возможность провести его рассмотрят в региональном правительстве. В 2017 году 400, в следующем году 600, в этом году, в 2018 году 650 миллионов мы направляем вот именно в такие объекты. Именно в ремонты, в реконструкции, в развитии и так далее. И вот сейчас, скорее всего, эту цифру поднимем, ну еще, наверное, миллионов 120. Слава Богу, мы сегодня с налогами нормальных взаимоотношений имеем. Этими темпами еще минимум 5 лет, чтобы можно было в любой районный центр прийти, в любую поликлинику крупную, и не было стыдно. Стоит отметить, что в прошлом году на Ставрополье капитально отремонтировали 40 объектов здравоохранения. Сейчас работы идут еще на 59. Кира Рогожина, Олег Байкулов, Благодарненский, Градской округ. Очередного постояльца сегодня оформляет свой частный приют Ставропольчанка Ольга Ширяева. Мужчину без документов привезли из Пятигорска. Три года он жил на улице. Таких, как он, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, через приют в поселке Кумской прошла сотня человек. Им дают кровь, помогают восстановить документы, оформить пенсии. Об удивительной альтернативе и Дому престарелых, и психоневрологическому интернату Марина Мацарская. Сколько тебе пало на лет? Сколько лет? 90. 96. Ветерана войны Ольгу Хухрянскую привез в частный приют из Ставропольского села Успеновка местный участковый. Бабушка жила одна в старой холодной времянке. Альбина Волхова живет здесь 8 лет. Она, как ментальный инвалид, нуждается в особом уходе. Долгое время Альбина жила в сарае у дальних родственников, без прописки, без документов и пенсии. Сильно нравится. Компания веселая. Знаете, свободный ты человек здесь, как в детстве. Александру Байсангурову привезли в приют с полигона бытовых отходов. Минвод полицейский. Девушка плохо разговаривает. Помнит только, что ее семья уехала из Грозного во время второй чеченской кампании. Шурочка, как называют ее в приюте, очень хочет найти родных, чтобы узнать свой возраст, восстановить документы и сделать пенсию по инвалидности. Недееспособных много в городе. Есть родственники, умирают. А больше никому им помочь. Я иду навстречу этим людям, органам опеки, и я помогаю этим людям. В Москве Ольга прошла курсы психосоциальной реабилитации, получила сертификат. Чтобы открыть приют, она с супругом взяли кредит и построили дом прямо во дворе собственного частного владения. Там поселили первых 10 человек. В корпусе сейчас располагаются долгожители приюта, кто находится здесь 9-12 лет. Идти им больше некуда. Если бы у нас были бы действительно люди, которые, ну, наверное, такие, как я, можно было бы больше помогать людям. Узнав о приюте Ольги, к ней все чаще стали обращаться с полицией, соцслужб, больниц, просить помочь хотя бы временно. Так Ширяевы решили взять второй ипотечный кредит. Вложили собственные средства, помогли спонсоры и постояльцы-пенсионеры, чтобы построить еще один двухэтажный дом для нуждающихся в жилье, уходе и помощи с восстановлением документов. Приют Ширяевы собираются расширить. Пристройка к дому уже сложена. Впереди отделочные работы. Очень нужны стройматериалы и спонсорская помощь, чтобы в новом корпусе могли разместиться еще 30 человек. Марина Мацарская, Юрий Угрюмов, Ставропольское телевидение. Православные христиане продолжают отмечать Рождество. Эти зимние дни до крещения называются святками. По всей территории края проходят массовые гуляния и богослужения. Сегодня митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл провел литургию в новом храме Михайловска. Сейчас там заканчиваются последние отделочные работы. На праздничном богослужении побывала Виктория Середа. Колокольный звон слышен теперь и в Михайловском районе Гармония. Недавно здесь достроили храм Великомученика Артемия. Первую рождественскую литургию в церкви провел митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Михайловский храм Великомученика Артемия уже успел стать точкой притяжения православных со всего юга России. В прошлом году сюда привозили мощи Блаженной Матроны Московской. Сейчас в церкви завершаются отделочные работы. Заложили камень и я, конечно, взял на себя обязательство, сказал, что через год мы должны храм построить. Но, слава богу, это свершилось. В течение месяца-двух мы уже приведем все в порядок. И забором, с ограждениями, здесь с убранством. И там после Пасхи, на майские праздники, или может быть как раз на праздник Матроны. Настоящее украшение храма – это резной иконостас из дерева. А также ажурный металлический забор и другие детали. Завершается удивительная отделка. Прекрасный такой деревянный иконостас, которого у нас еще нет пока в нашей епархии. И они сами тоже это изготавливают на своих станках. Это станки высокоточные, прекрасные станки. И, конечно, когда будет полностью отделка завершена, будем полным освещением освещать. Это прекрасно и великолепно. В планах по развитию района не только дальнейшее благоустройство храма, но и строительство по соседству Дома Милосердия. Виктория Середа, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Как будут развиваться события, об этом можете узнать на нашем сайте stv24.tv. У меня же это вся информация. Всего доброго. Виктория Середа, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Виктория Середа, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok